Не прошло и месяца после резонансной аварии на Копанке под Янакиево и вновь в Донецкой области трагедия на нелегальной шахте. На этот раз в шахтерском районе во время добычи угля погибли два человека. Правда, отличают эти две аварии то, что во втором случае у шахты были почти все разрешения и документы на ведение работ. Однако ключевое слово здесь «почти» не оказалось договора с ВГСЧ, да и шахта числилась как не работающая по экономическим причинам. Есть еще письмо в область администрации, что мы не работаем по экономическим причинам, у меня копия с собой. То есть таких у нас 29, которые имеют документы, но как бы не работают по экономическим причинам. Материалы, я вчера имел разговор утром и с прокурором области, и материалы по всем этим будут направлены в прокуратуру, в УВД для проверки на самом деле, как они не работают. Потому что они не работают, а потом оказывается там дырка метров на 300, да, откуда-то взялась. По факту гибели людей в Шахтерском районе возбуждено уголовное дело, а с копанками в области планируют бороться более жестко. Как оказалось, для части из них процесс легализации оказался скорее прикрытием, нежели реальным переходом в правовое поле. Если мы будем и дальше создавать невыносимые условия для таких владельцев копанок, только так мы можем их ликвидировать. Ведь видите, что если Енакиевский случай это было, вот одно, это без разрешений, то случай сегодня в Шахтерском районе, он на копанке, который имеет практически весь пакет документов, и разрешение, и инспекции, но момент, да, но не имеет договора с ВСЧ, а есть просто письмо, что направлено, но они направили туда, на заключение договора. Еще одна сложная тема для Донецкой области – охват детей-сирот и лишенных родительской опеки семейными формами воспитания. По показателям, наш регион, в сравнении с другими, находится где-то в середине списка. Улучшению ситуации, по мнению губернатора, мешает низкий уровень оплаты труда соцработников. Мы все-таки найдем мотивации для работников служб, потому что надо реально сказать, что сегодня работники администрации, особенно районных, областной, получают очень низкую заработную плату, и сегодня имеется огромное количество вакансий, и мы, наконец, приняли даже руководителя данной службы по делам детей в Тельманово, а до этого служба просто была на замке, люди просто не хотят работать. Большая ответственность и маленькая зарплата. Правда, каким образом повышать зарплату госслужащим, пока не ясно. По идее, сделать это может только работодатель, то есть государство. Я думаю, что и государство пойдет навстречу именно, потому что просто устанавливать доплаты, как я хотел, мы не имеем законного основания, это госбюджетное финансирование, поэтому нам нужно этот вопрос решить на государственном уровне. В области продолжается борьба с игорным бизнесом. Губернатор требует, чтобы дело не ограничивалось закрытием салонов и залов. Кого-то надо их привлекать к ответственности за противозаконную деятельность. Сеть букмекерских 15 хлопнули с центром в Киеве, а там и игровые автоматы тут же стояли на этих букмекерских конторах. То есть темп увеличился и, что еще позитивно, от фактовых дел, которые ничем не заканчивали, стало увеличиваться количество дел по конкретным лицам, которым этим занимаются. Потому что я обратил внимание силовиков, что фактовые дела обычно потом сворачиваются и заканчиваются ничем. Поэтому, говорю, там же есть конкретные администраторы, правильно, которые вы там застаете. Поэтому надо по конкретным людям, которые, если вы не находите организатором, пусть тогда люди не хотят туда ездить на работу, чувствуя угрозу. Почин Донецкой области уже поддержали в соседних регионах. Отчасти туда, со своим оборудованием, переместились игорные бизнесмены из Донбасса. Начались аналогичные программы борьбы с игорным бизнесом в соседних областях. Показали растерянные несколько Харьков, Луганск, комментарии правоохранителей, что как же там оно нельзя, фишки, деньги не нашли. Это наш бизнес и наши автоматы, которые не уничтожены, не изъяты, переместились к соседям. В нашем регионе уже прошла первая показательная акция по уничтожению игровых автоматов. На следующую пообещали пригласить журналистов. Наверное, правильно будет сделать изъятой техникой скопанок подавить изъятые игровые автоматы. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.